Всем привет! Меня зовут Лена. Я рада вас приветствовать на своем канале о вязании. В этом видео я вам покажу 6 пар готовых носков. Также я расскажу о покупках носочной пряжи. В этом видео будут только носки. Ничего кроме носков. Первые носки, которые я бы хотела показать, связаны из пряжи Fortissima Cotton Stretch в цвете 131. Пряжу я покупала в стоке. Состав тут 41% шерсти, 39% хлопка, 13% полиамида, 7% полиэстера. Метраж 460 метров на 100 грамм. Ниточка выглядит вот так. Она довольно тоненькая. То есть натянуть она совсем тонкая становится. Хорошо пружинит. То есть она такая пружинка, растягивается. Такая интересная. Полотно получилось довольно плотное. Тоже хорошо пружинит. Высоту в рядах у меня получилось гораздо плотнее, чем из обычной носочной пряжи. То есть по стопе я провязала больше рядов. То есть обязательно примеряйте, если будете вязать из такой пряжи носки. Носки я вязала на размер 38-39. Спицами номер 2 набирала 72 петли. Вес у меня составил 63 грамма. У меня здесь обычный набор петель. Резинка 1х1 скрещенная лицевая. Лицевая гладь. Французская пятка. Клин с убавками через ряд. И ленточный мысок с тупым закрытием. Следующие носки связаны из пряжи Lan Grosse Malin White Merino Bella. Номер цвета 4503. Состав 75% мереносовой шерсти. 25% полиамида. Метраж 420 метров на 100 грамм. Пряжа также была куплена в стоке. Ниточка довольно приятная. Мягкая, равномерная. Крутка просто идеальная. Она не расслаивается. Не тянется нитка практически. После стирки носки остались такими же, как и до стирки. То есть они не растянулись, не увеличились в размерах. Пряжа стабильная. Очень мягкие. Это одна из самых моих любимых пряж. Она очень хорошо носится. Не растягивается. Подойдет для самых нежных. Вязала я носки на размер 38-39. Набирала 72 петли на спице номер 2. Вес у меня носков составил 73 грамма. У меня здесь немецкий витой набор. Резинка 3х1. Три лица выходная изнаночная. Лицевая гладь. Пятка бумеранг с клином подъема. Вязала по совместнику от магазина Лилея Нитинг. Очень подробный совместник. Все очень понравилось. Все понятно. И ленточный мысок с тупым закрытием. Расцветка тоже мне понравилась. Неравномерное окрашивание такое тут. И жаккарды, полосочки, потертости. Очень приятный пряжа. Вязать было приятно. Но так как моток был в стоке вкуплен, там мне пришлось секции подбирать, подконять. Было очень сложно. Так как непонятно, где уже начался участок, не начался еще новый участок. В нитке совсем непонятно, где уже перешел из розового в бежевый или он еще не перешел. Следующие носки с трудом помещаются в кадр. Это мужские носки на 44 размер. Связанный с пряжей Малин Лайта Эктиона номер 2966. Этикетка вот такая. Номер цвета, как я уже сказала, 2966. Состав здесь 75% шерсти, 25% полиамида. Метраж 420 метров в 100 граммах. Носки вязала я на спицах номер 2. Набирала 80 петель. Вес носков составил 91 грамм. У меня здесь немецкий витой набор. Резинка 2х2. Лицевая гладь. Пятка стронг. И ленточный мысок с тупым закрытием. Это серия турецкая у Лан Гросса. То есть пряжа сделана в Турции. Такая вот ниточка. Довольно приятная. Не скажу, что она тонкая. Нормальная такая. Очень похоже на Anako Boha было в вязании. Но полотно получилось немного более шелковистым, чем из Anako Boha. Я до этого вязала совсем недавно носки. Сейчас вставлю фотографию, с какого цвета я вязала. И на ощупь они отличаются. То есть эти вот поглаживания. В общем, я тут проводила расследование. И эти расцветки для Лан Гросса появились на сайте Бутинета для бренда Волбут. Прямо в один в один. То есть это пряжа точно турецкая. И та точно турецкая. И вот для Волбут делают Ализея и Нака. Выяснить пока кто это конкретно мне не удалось. Но очень бы хотелось. Может быть, если вы знаете, напишите в комментариях. Следующие носки связаны с павейной пряжей. Это пряжа ровница. Состав 75% шерсти, 25% полиамида. Метраж 420 метров на 100 грамм. Ниточка. Она крутится. То есть я боялась, что она вообще будет косить. Видите, она в петлю завивается. Ну и вообще, как я поняла, что практически любая ровница, даже купленная в моточке, а не в стойке, ровно так же крутится, как и эта. Но полотно не косит. Полотно получилось ровное, красивое. Вязать было довольно приятно. Но нитка расслаивалась в процессе вязания. Секции подогнать у меня не получилось. И вряд ли получится. Либо надо брать не 100 грамм, а гораздо больше. Потому что, посмотрите, вот на этом носке секции идут зеркально, относительно оранжевая вот эта. То есть розовая пошла, сиреневая и так далее. А на этом носке относительно розовый. Видите, здесь такой лососевый цвет, синий. Потом такой какой-то кирпичный. Кирпичный, непонятно, красно-розовый цвет. Пряжа шерстистая. Носки получились очень теплые. Они приятные на ощупь. Вязала я на спицах номер 2. Набирала 72 петли. Размер у меня 38-39. Расход составил 74 грамма. Немецкий витой набор, резинка 2х2, лицевая гладь, пятка стронг и ленточный мысок с тупым закрытием. Следующие носки я связала из пряжи Шопель. Собер Бал Крэйзи. Номер цвета 25-16. Состав 75% шерсти, 25% полиамида. Нет, тут нейлона. А нет, тоже полиамид и нейлон. Непонятно. 420 метров на 100 грамм метраж. Пряжа сделана в Германии. Мне очень понравилось вязать из этой пряжи, несмотря даже на то, что она тонкая. Надеюсь, настолько интересные переходы цвета. Все они не повторяются, абсолютно разные. То есть я постоянно провяжу несколько рядков, возьму клубочек в руки и разглядываю, что там дальше. Покопаюсь так в клубочке, разглядываю его и опять провяжу, опять так покопаюсь. Но тем не менее вязание идет очень быстро, потому что хочется быстрее и быстрее от этого цвета добраться до другого цвета. Посмотреть, как это все будет выглядеть в полотне. На ощупь пряжа приятная. Это две ровницы скрученные между собой. Причем ровницы равномерные, в отличие от предыдущей нитки. Пряжа не вьется, ничего такого нет. Как с предыдущей. Вот они, сейчас я ее размотаю. Нить. То есть это не стандартная четырехнитка, двунетка получается. Не расслаивается никаких узелков, хвостов. Как и другие говорят, ничего у меня такого не было. Из такого клубочка, кстати, можно вынуть нитку из середины, как и из любого клубка пряжи. Даже несмотря на его такую нестандартную намотку. Вязала я носки на спицах номер два. Набирала 72 петли. На размер 38-39. Вес носков составил 69 грамм. У меня здесь немецкий витой набор. Резинка 2х2. Пятка стронг. И ленточный мысок с тупым закрытием. Ну или неравномерными убавками еще называют. Следующие носки опять кое-как помещаются в кадр. А это значит, что носки у меня 44 размера. Это носки для моего мужа. Связанная из пряжи Лана Гросса Мелин Уайт Юма. Номер цвета 7452. Состав 80% шерсти, 20% палеомида. Метраж 420 метров на 100 грамм. Пряжа куплена была в стоке. Это новинка этого сезона. То есть появилась она буквально недели 2-3 назад у нас в России. Пряжа, я не скажу, что мне она понравилась. Она довольно сухая, тонкая, не эластичная. Я вам сейчас покажу в сравнении с той турецкой Ланой Гросс. То есть турецкая мне понравилась куда больше. Так, вязала я носки спицами номер 2. Набирала 80 петель. Резинка 2х2. Пятка у меня подкова. Клину бабок. И ленточный мисок с тупым закрытием. Секции я здесь резала. Вот здесь я вставляла дополнительный кусочек. Ну и на этом носке тоже соответственно. Чтобы у меня полосочки ушли в пятки. Не хотелось мне делать светлую пятку. Пряжа такая распушилась. Она кольчеватая. То есть это вот из всех носков, что я показываю. Вот эти носки самые колючие. И видите резинка как. Ну она как бы она была, которая такая осталась. Она не подсопралась. Хотя я вязала на спицах номер 2. А вяжу я довольно плотно. У меня плотность на спицах номер 2. Где-то 38-39 петель. Вот для сравнения носки из Акцён. Ну из турецких, которые. Видите, они сушились на одинаковых блокаторах. Видите, резиночка. Насколько видно, что вот эта такая подсобранная. Она упругая. А вот эти резинки и растягиваются уже практически некуда. И вот эти носки, они хуже налазают на ногу. То есть они меньше растягиваются. Это такая более эластичная. Я пыталась на линейку растянуть. Думаю, вот на сколько у меня растянется вот этот носок и вот этот носок. Они связаны одинаковыми спицами на одинаковое количество петель. Как видите, они вот одинаковые. В общем, я растянула вот этот носок. У меня получилось, если вот так вот натянуть, 17 сантиметров. А вот этот 16. То есть на диаметр получается целых 2 сантиметра. Это довольно много, когда ты натягиваешь носки. Муж у меня их, конечно, смог надеть. Он сказал, что он их будет носить. Но я бы, наверное, в следующий раз, если бы вязала из этой пряжи, я бы набирала где-нибудь на 4 петли. Наверное, как минимум больше, чем обычно. Ну, возможно, это не вся серия такая. А только вот конкретно мне такая попалась. Я не знаю. Ну, говорю, не очень она мне понравилась. Но расцветка классная. Теперь я вам хочу показать свои покупки. Первая покупка – это пряжа опал. Мы с девчонками в одном чате скооперировались и решили заказать пряжу из Германии. Нам помогла в этом Ирина, за что ей огромное спасибо. Посылка дошла из Германии в Россию чуть меньше, чем за 3 недели. Мы заказывали последние коллекции. Это Regenwald 19 и Crazy Waters. Ну, остальное, кто еще что-то хочет. Вообще, в принципе, кто что выберет. Просто мы все взяли новинки, естественно. Первые, которые я вам сейчас покажу, это оба моточка Regenwald 19 в цвете 113-34. Состав у всей этой пряжи, то есть у всех этих четырех моточков, одинаковый. 75% шерсти, 25% полиамида. Метраж тут 425 метров на 100 грамм. Пряжа сделана в Германии. Вот этот моток посвящен вот такой птичке. Носок будет выглядеть вот так. Следующий моток из этой же серии в цвете 113-31. Посвященный лягушке. Красный такой. Выглядеть будет вот так. Следующий моток из коллекции Crazy Waters. Номер цвета 113-15. 113-15. Носок будет выглядеть вот так. И вот этот моточек, это из коллекции Country. Эта коллекция вышла еще весной. Номер цвета 112-94. Носок будет выглядеть вот так. Вся пряжа приятная на ощупь. Довольно шерстистая, но не колючая. Крутка равномерная. Толщина нити тоже примерно одинаковая. Я не заметила, что где-то нить была тоньше, где-то толще. И мне кажется, они все по толщине примерно одинаковые. Все эти четыре моточки. Вот эти вот три моточка, я считаю, что они прекрасно подойдут на мужские носки. Вот этот розовый, он довольно мужской. Это не детский, это красивый цвет. Ну, а вот этот моточек, я думаю, он женский. Вряд ли он подойдет на мужские носки. Но в этой серии есть прекрасные расцветки, которые подойдут мужчинам. Следующее, что я приобрела, это пряжа шопель. Вот эту пасму я купила на Озон. Это Admiral X Pro. В цвете 24,96. Состав тут 75% шерсти, 25% полиамида. Ну, не совсем понятно, полиамид или нейлон. Потому что вот здесь написано полиамид, вот здесь нейлон написано. Метраж 400 метров на 100 грамм. Это пряжа ручного украшения, как заявляет шопель. Переходы цвета красивые. Вообще расцветка и интересное сочетание цветов довольно-таки необычное. На Озон она стоила около полутора тысяч рублей. Или она сейчас стоит около двух тысяч. И следующее, о чем я вам хочу рассказать. Это моя самостоятельная покупка пряжи из Германии. То есть я сама заказала, сама оплатила. Сама получила. Это пряжа Admiral R.Druck и Daspar. Я очень хотела. Я мечтала вот об этом моточке. Не конкретно этого цвета, а любого цвета из этой серии. Я просила в одном магазине заказать. Но так и не сказали. Что-то там не получилось. Ну, в общем, это сподвигло меня поискать, где эту пряжу можно приобрести. Я нашла случайный магазин, который отправляет пряжу из Германии в Россию. За 7,50 евро. А 4 моточка, если вы заказаете, то доставка 7,50 стоит. Потом уже доставка стоит дороже. Ну, в зависимости от веса вашей посылки. Я решила заказать 2 моточка. Потому что я не знала, получится ли у меня платить. Дойдет посылка, не дойдет. Посылку с опалом мы еще тогда не получили. Она только из Германии выехала. Но уже, по-моему, на тот момент и на неделю нигде не объявлялась. Я решила рискнуть. Настолько велико было мое желание обладать вот таким моточком. Метраж здесь 420 метров на 100 грамм. Состав тоже 75% шерсти, 25% плиамид. То ли нейлоны, непонятно. Номер цвета 21,84. Всю пряжу Шопель делают в Германии. Он такой лохматенький. Я думаю, это брак намотки. Это не магазин. Я такой витринный страшный образец выслал. Потому что у него вот эту ось, вокруг которой наматывается моток, она смещена очень сильно. То есть потрепать его так невозможно. То есть, вероятно, магазин уже и получил такой моточек. Но я не расстроена. Я буду из него вязать. Так что в ближайшее время вы увидите носочки из него. Может, не в следующем блоге. Может быть, через влог, через два. В общем, я обязательно из него свяжу и покажу. И следующая пасма. Таспар. Номер цвета 2208. Состав тут такой же. 75% шерсти, 25% полиамида. Толь неона. Метраж 420 метров на 100 грамм. Вот здесь должно быть и две пасмы. То есть я размотаю на два клубочка его. Начало должно быть одинаковым. То есть я смогу связать два одинаковых носка. По крайней мере, так производитель заявляет. Когда я начну вязать, все размотаю. Покажу, расскажу. Вся пряжа приятная. Вот это и вот это. Они довольно тоненькие. У них метраж 420 метров. А вот эта пряжа, она потолще. Метраж тут 400 метров, как я уже сказала. Вообще, вот у этой пряжи такой хороший метраж. Мне вот нравится, когда ниточка вот такой толщиной. Она не тонкая, не толстая. Носочки приятные получаются. Крутка, кстати, тоже довольно плотная и равномерная. Нитка хорошо скрученная. Я не думаю, что она будет расслабиться. Так можно сказать, во всех этих моточках. Вот эта, мне кажется, самая тонкая. Ну, не швейная нить. Нормально. Что касается еще вот этой пряжи. Я забыла сказать про цены. Доставку-то сказала. Сколько сама пряжа, что я не сказала. В общем, вся вот эта покупка вместе с доставкой за два этих моточка в рублях я заплатила 2900 рублей. На тот момент курс евро был 102 рубля за 1 евро. По прайсу от Кейлы рекомендована розничная цена суммарная за оба этих моточка 3700. То есть я бы еще должна была заплатить за доставку из магазина на меня. То есть это не менее 4000 бы все вышло. Так что я еще сэкономила. Пряжа вышла мне существенно дешевле, если бы я покупала в России. Ну, в России ее не продают. Но там есть и Цаубер Блокрэйзи. В общем, очень большой выбор Шопеля. И также есть Апал. Там серия Хундер Твасер есть. Ван Гог есть серия. Так что если кого интересует, вы мне в Телеграме пишите. В личные сообщения я скажу, что это за сайт. На Ютубе я его опубликовать не буду. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание. Пока.